Друзья, это наш специальный репортаж о поездке во Владимирскую область. Используйте информацию для организации деловых мероприятий и индивидуальных путешествий. Это будет интересно и вкусно. Подписывайтесь на наш канал. Друзья, мы рады вас приветствовать. Это шоу мистера и миссис Майс. И сегодня, сидя на этом удобном и уютном диване, мы с Ирой будем рассказывать о нашем путешествии во Владимирскую область. Мы отправились туда не просто так, для того, чтобы узнать, где вкусно, где хорошо спится, где получаются прекрасные фотографии, пообщаться с интересными людьми. Наш маршрут достаточно прост и понятен. Крутого, Суздаль и Владимир. Вот здесь хочется кричать, хочется делать какие-то безумные дела. Но здесь, на самом деле, помимо того, что такой антураж, еще вкусно кормят, удобно спать, ну и есть с кем поговорить. И можно саженцы купить. Да, и не только саженцы, еще сыр и много чего еще. Поскольку люди, которые сюда попадают, знаете, знающие про это место, с ними точно есть о чем поговорить. Друзья, в Крутовом поехали с одной глобальной целью, практически с иностранной миссией. Мы поехали посетить агротуристический комплекс в Багдарме. Ребята, комплексом заведует семья Джон и Нина с красивой любовной историей, с пятью детьми. И Джон встретил Нину в клубе, вот так вот в танце, как и у моих родителей. И влюбился. Завязалась любовь. Да, а на сегодняшний день это порядка пяти тысяч голов крупного рогатого скота. Это сыроварня, это настойки, это восстановленный комплекс по каким-то, ну это такой фьюжн, советский арт. Я не знаю, как правильно сказать, они восстановили клуб. Агрейское изящество, русская культура и, кстати, у них еще акцент большой на мясо и на стейки. Да, ну, к каждому свое. Мне больше понравилось то, что они делают сырники из рикотты. И мы с Ирой придумали название им рикотники. Такие владимирские натуральные рикотники. Это правда очень вкусно. Скажите, пожалуйста, а вот гости, которые к вам приезжают, ну, может быть, на ночь остановиться, да? Или какое-то мероприятие провести. Вот каким вы видите, скажем, идеальное мероприятие? Вот вы понимаете, что это правильно сейчас? Вот в ваших интерьерах, в этом ландшафте. Вот есть идеальная картинка? Люди, они так довольны, они хотят, скажут их радости. Они приходят, глаза горят. О, спасибо огромное, у нас это возможность. Это просто, это как дом. Это наш дом. Где место, смотрите, там новое поколение сейчас, дачи нету сейчас. Много нового поколения сейчас, слава родителям, может быть, у них возможность купить квартиру. А дачи сейчас вообще нету. А сейчас, вот почему, здесь у нас такой же смесь, он никак может жить здесь. А студент может жить на доме Бодрыгина, на 600 рублей завтраком, просто живет на улице. Потому что на природе они могли найти, кто они. Москва это претензия, вы знаете, они должны быть на клубе так. А здесь они просто, может быть, дети. Родители, можно просто сидеть и бегать за детями. Потому что надо работать 6 до 1, 7 до 2. Общаться, это невозможно. Много детей сейчас надо встать в 6 утра. В школе, в домашнем упражнении. Папа на работу 6 до 1, мама работает. А где семья? Много народа. А сейчас, для меня это очень хорошо. Дети один день сидят, они скажут, мама, мы не хотим на меня домой. И даже папа. Потому что они просто ходят, сидят на природе, на пикнике, просто на улице. Ты знаешь, очень понравилась вот его философия, вообще ощущение жизни. Это нельзя выразить словами, когда тебе 20, когда тебе 30, даже когда тебе 40. А вот когда ты уже сделал многое в своей жизни, и у тебя есть те, кто будут продолжать твое дело и после тебя. Вот это дорогого стоит. И то, как Джон выразил, что же есть такое счастье, ну, смотрите сами. Если дети счастливые. Это самое главное. Папа, если есть дети счастливые родители, может быть. Это другой вопрос. Джон великолепен. И честно удалось, особенно в Сероварне, подсмотреть, как он выстраивает отношения с коллективом. Там нет такого разделения, что я супербосс, а вы мои подчиненные. Нет, все делают одно дело, и вот это вот какая-то доброта, которая, знаешь, как масло всех смазывает и превращает в один кулич. Можно приехать небольшой компанией, в том числе и для проведения стратегической сессии, и для планирования, и для поиска креативной идеи. Выключить телефоны и позволить себе немножко перенестись в эту славянскую историю. Ребят, на самом деле, вот есть готовый рецепт нескольких часов на территории Багдарии. Приехали, попили, значит, там чай с блинами, с домашними джемами. Пирожками. Вот, затем прогулялись по фокусу. Экскурсия займет около часа. Можно, причем, проехаться на тройке, зимой, соответственно, укрывшись тулупом, что сразу дает другое ощущение. И после этого уже отправиться в Суздаль, Владимир, в следующую точку вашей ночи. Да, или снова вернуться в Москву, то есть это такая программа тура на целый день, и, поверьте, этот день запомнится надолго. Но, еще раз повторюсь, если группа небольшая, то можно остановиться на территории, и тогда, мне кажется, через три дня будет другая проблема и другой вопрос. Как снова вернуться к привычной жизни? Нет, люди такие приходят, ой, извините, я не вышла на трансфер, потому что я проспал. Такое счастье, люди уехали. А до Москвы мы сами доберемся. Да, это не так далеко, и это действительно такая хорошая, в хорошем смысле, экзотика в наших краях. Ну что, поехали дальше. Следующая остановка – это город Владимир. Вообще история города настолько глубока, что не хватит, не знаю, многочасовой передачи, чтобы это рассказать. Поэтому я каждому рекомендую хотя бы раз в этом городе оказаться и, более того, спланировать свои мероприятия. Владимир тоже может быть транзитом, с точки зрения логистики это очень удобно. Можно сесть на «Ласточку» или «Стриж» из Москвы, полтора часа и вы там. На автомобиле пока дольше, но обещают открыть трассу. И, соответственно, увеличить туристический поток и тех, кто предпочитает путешествовать на автомобиле, масса бутикового плана мест для размещения. Но мы, поскольку сегодня про еду, достаточно много будем рассказывать про два заведения, которые произвели на нас хороший эффект. И мы рекомендуем их с точки зрения организации событий. Да, и, знаете, по какому-то стечению обстоятельств ресторан, который нас впечатлил, называется «Круча». Да, продолжая, да, круто, но круче. Традиционные русские блюда и европейские деликатесы в авторской подаче, ну, то есть, в целом, не навязывают обязательно, приехали вы в Владимире, обязательно ешьте оливье или сало. Да, вы можете есть утрец, но оливье тоже стоит попробовать. Кроме всего прочего, там симпатичные залы для мероприятий, современные, и, что важно, у них хорошее оборудование. Да, и оно уже интегрировано в залы. То есть, заказчику не нужно задумываться о том, кого привлекать для того, чтобы был там качественный экран, качественный звук. Это, на мой взгляд, очень важно, особенно, когда каждое слово, произнесенное на это событие, должно быть ценным для участников. А Сергей, кстати, пообщался с очаровательной Анной, у которой очень много профессиональных титулов. Но, в целом, она очень красивая и приятная девушка. Смотрите наше интервью. Мой фокус исследований – это вопрос гостеприимства. Я не помню, в каком произведении есть такое выражение, когда хозяин так хотел услужить своим гостям, а им так всё нравилось, что они в какой-то момент хозяина попросили, чтобы не мешался под ногами. Вот если говорить о русском гостеприимстве, что это в вашем понимании? Я думаю, здесь сложно сравнивать национальности, а всё идёт из семьи. Вот у меня с рождения гостеприимство было в семье. И я не могу не принять это во внимание, и вообще вот это очень сильно оказало на меня в плане воспитания. Я удивляюсь, почему я не выбрала профессию повара, когда я… Просто она не такая была популярная. Но почему? Это же моё вот всё. Я профессию повара получала уже спустя десятилетия после окончания школы, когда отучилась на экономиста и так и не поняла, чем менеджмент от маркетинга отличается. Потом, конечно, поняла, но поняла тогда, когда я именно вошла в эту профессию поварское искусство, гостеприимство, гастроном, так как я претендую на это звание гастроном. Поэтому я думаю, здесь больше не про национальность, а про семью. Есть, было это в семье, когда воспитывался человек, либо это мы получили, когда мы стали взрослеть, может быть, это мы увидели уже в другой семье, у наших друзей, нам это понравилось, мы захотели так же. Вот перенесём это всё на плоскость деловых мероприятий. Немножко другие условия, нет потока иностранцев, нет бизнес-групп, но, тем не менее, наше население, наши граждане стали больше путешествовать, так сказать, изучая большую необъятную родину, страну. Вопрос сервиса и вопрос вот как раз того же самого гостеприимства. Понятно, что, допустим, владелец заведения, он берёт то, что было в семье, или принципы, которые он где-то там подсмотрел, подчеркнул, может быть, в других заведениях, в других странах. Вот как вы думаете, на сегодняшний день, вот эта тенденция русское гостеприимство, то есть есть ли у нас шанс сделать сервис и клиентский подход, заботу таким образом, чтобы все, вау, ради этого стоит ехать в Россию, или ради этого ехать стоит во Владимир? Да, ради этого стоит ехать, но, знаете, здесь от нас тоже очень многое зависит. С каким ощущением мы едем? Вот когда мы дома, и кажется, что везде всё так. И вот стоит выйти из нашего личного зоопарка, и всё оказывается не так. Вот мы приезжаем в Европу, мы себя как-то там по-другому ощущаем. Может быть, мы просто ощущаем себя именно там, как в гостях, и немножко переживаем за собственный имидж, да, и вроде бы как нам всё нравится. А когда мы дома, то можно чувствовать себя, их проходить весь день в халате. Да, вот, и чтобы этого не было, мы должны уважать там, где мы находимся. Мы же русские, мы должны это уважать. Мы столько пережили, у нас такая богатая история. А почему мы немножко, ну, недооцениваем это? Я очень оцениваю труд своих коллег, то, что получается у людей. И я думаю, мы себя всё-таки должны ощущать несколько вот, ну, по-другому. Чуть приподнять свои вот ощущения для того, чтобы себя полюбить, полюбить то, что вокруг происходит. Ну, и вообще делать мир красочнее, да, правда, вокруг себя. И тогда вообще всё заиграешь, по-другому, иными красками. Мы едем дальше. На территории Владимира, на въезде в город, есть одно прекраснейшее место. Оно существует там, хотел сказать, с незапамятных времён, но по стилю именно так и выглядит. Да, ребят, мы приехали в русскую деревню, и трактир, который называется «Околица». Всё в ней хорошо, особенно русская печь. Нас посадили за большой стол. Вы знаете, вот мы простые смертные, такой, как правило, видим раз в год под Новый год. И вообще, говорят, вся наша страна вспоминает о том, что такое кухня СССР и русская раз в год, это 1 декабря. Картофельный грацан, или в русской версии запечённый картофель в сливках, тоже из печи. Перед тем, как холодец делать, мясо сначала томят в печи, хлеб выпекают в печи. У них это отлично получается. А вообще само место способно принять там какие-то колоссальные цифры. Около 200 человек могут расселиться, и около 300 человек могут принять участие в мероприятии, которое будет организовано в этом дворе. Сам комплекс был достроен к Олимпиаде 80-х годов прошлого века. Прошлого века, представляешь? Тогда это был долгостроен, но тем не менее было принято решение, что надо восстанавливать. И когда поехали автобусы с иностранцами, с болельщиками, мы примерно понимаем, как это могло быть тогда, по чемпионату мира, который был несколько лет тому назад. И следующая остановка в нашем маршруте – это замечательный город Суздаль. Мы посетили порядка пяти ресторанов. Они есть на нашем сайте. Все ссылки, явки, пароли. И действительно, каждое заведение, оно качественно, оно самобытно. И они фантазируют на тему русской кухни очень хорошо. Кулебяки, уха со щепой, которые, понимаете, нужно в ухе потушить. Мед с горчицей. Мед с горчицей. А облепивуха еще есть. Ну, это настойка на облепихи. Это я просто фантазирую по аналогии с кухней. Ну, всякие моченые, соленые, в бочке, не в бочке, в тыкве. Это вообще без комментариев. Что еще тебе понравилось из блюд? Ну, я сейчас не помню. Там так много ели, что я уже не могу. Мне, кстати, очень понравилась авторская подача в сельди подшулы в ресторане Ули. Но еще более мне было приятно, что когда знакомые увидели, что мы были в ресторане Ули, они сказали, ух ты, там же столик нужно за месяц бронировать. Это очень классно. Нам повезло. Да, действительно. Мы рекомендуем служить для проведения деловых мероприятий, для индивидуальных поездок. Город самобутный. В нем можно и нужно изучать историю земли русской, Владимирской в данном случае. Это называется вторая, третья передача «Скорость». Сейчас попробую показать. Ощущение такой счастливой неторопливости. Я думаю, что такая терапия замедления показана многим. Но не забывайте мухточки, девочки. Не забывайте, это вот они, красные пальчики. Друзья, это место силы. Хотя каждый клочок земли, Суздальская, мне кажется, можно так и обозначить. Сильная земля. Да, говорят даже, что если кто-то хочет начать изучать историю России, русской земли, это стоит начать делать именно в Суздале. Вы знаете, когда-то одному из советских чиновников в голову пришла, на мой взгляд, невероятная мысль отдать всю эту территорию под строительство гостинично-развлекательного центра. Здесь могли разместиться теннисные корты, гостиница, естественно, баня. Но потом мудрая мысль, это знаете, как легенда бренда. А что мы будем говорить, типа, что здесь существовало до того, как появилась эта гостиница. И как-то именно вот этот вопрос поставил точку в эксплуатации этого пространства. И это музей. А здесь, на секундочку, могила Дмитрия Пожарского, спасителя русской земли. И не только. Да, вообще, знаешь, когда я смотрю на вот эти стены, ведь во многих городах России сохранился вот этот факт нашей истории, когда все самое интересное, пожалуй, случалось как раз за пределами, ой, внутри этих крепостных стен. И мне кажется, что вот эта наша идентичность, она сохранилась как раз благодаря тому, что были такие высокие неприступные стены. А уж что происходило внутри, читать не перечитать. И многое мы, конечно же, не узнаем, но жили не тужили, выражаясь языком русских сказ. Раньше вот это звонить в морской судовой колокол произносили на английском языке. Ну, я не знаю, как оно перешло вот из... Ну, я не знаю, как оно перешло вот из... Ну, я попробую. Ну, здесь такая... Делайте, пожалуйста, это... Не долго и не громко. Как оказалось, в лучшее время, когда десятки колоколов, или наверняка сотников, во всей Суздале звонили, звон был слышен на 15 километрах вокруг по всей Владимирской земле. А когда звон заканчивался, то его послезвоние длилось еще в течение полчаса. И говорят, что эту традицию хотят возродить хотя бы раз в день, в 6 часов вечера. Если бы это повторялось и происходило, то сюда бы наверняка приезжали люди со всей Московии. Порой, когда я вижу такие цветные дома, вот этот резной палисад, так и хочется построить себе точно такой же домик. А вообще напоминает, знаешь, вот яркие дома, где любят Бельгия, в Голландии и так далее. Как-то на наши не обращают внимания. Просто, может быть, потому что большинство деревень, они такие деревянные. Деревень. Неухоженные. Да, да. А если вот взять красочку, да пофантазировать, ах, как хорошо получится. Поэтому было бы желание. И вообще, вот Суздаль, он как раз про то, что здесь всегда, мне кажется, дела шли хорошо. Хорошо, и несмотря на то, что сейчас здесь живет около 10 тысяч человек, и, как сказал один из местных жителей, если хочется что-то здесь реализовать, нужно попробовать с малого. Получилось, и дальше уже можно масштабировать. Прекрасная вообще бизнес-мотивация. Так что делайте, друзья, делайте и получайте удовольствие от того, что что-то созидаете, создаете своими руками. Что же такое гастрономическая карта России? Проект, который мы сегодня произносим достаточно часто. Многие, наверняка, из наших зрителей знают о нем, а для кого-то это новинка, диковинка. Вообще, мне приятно, что в последние, ну, может быть, полтора-два года я вижу этот интерес к русской еде, русским продуктам. Что вот все такое вкусное, аппетитное, обязательно нужно попробовать, сделанное из местных продуктов, по рецептам, которые, там, не знаю, бабушка, прабабушка и так далее. Здорово. Это хороший такой наш вклад современных людей в общую культуру и историю нашей страны. Изначально это была гастрономическая карта Владимирской области. Сейчас интерес безумный. И с точки зрения, вот смотрите, отправляетесь вы небольшой группой в путешествие. Зайдите на сайт гастрокарты, посмотрите, какие места. Уж поверьте, то, что там будет рекомендовано, это, ну, must have, то есть must eat. Must eat, да, меню региональной кухни, которые рестораны отмечены на карте гастрокарты, они его разработали, имплементировали и обязательно поддерживают. А с точки зрения организаторов мероприятий, сейчас большой спрос на все русское в разных регионах. И мы, как организаторы, тоже знаем, что многие не знают нашу страну, не выезжали далеко, не имеют представления, чем можно насытить программу, насытить, так сказать, участников. А имеет смысл как раз вот эту коммуникацию, общение, хорошее настроение, любознательность, краеведение подпитывать как раз блюдами национальных искусств. И у идейного вдохновителя всей этой истории, автора, разработчика методологии Екатерины Шиповаловой, мы выяснили ответ на всего лишь один вопрос. Зачем это нужно? Что же такое гастрономическая карта России? Мы идем к тому, что должно быть. Без миссии это невозможно? Вот твоя миссия какая? Слово «миссия» ко мне не подходит. Ну, потому что мы обычные рабочие люди, мы из сферы, в том числе вы из нового туризма, и более 20 лет мы в нем проработали. А когда пришло время, мы решили развивать внутренний туризм. Как оказалось, у нас вот этого комплекса впечатлений, с которым составит турпродукт, не то чтобы не существует, существует материал, но его нужно обработать, его нужно переработать и, соответственно, составить из него тот самый турпродукт, в котором есть что смотреть, есть что посетить и есть что попробовать. Так вот, все, что касается вкуса каждого региона, вот в этом месте мы и начали работать, потому что российская региональная кухня, это, конечно же, безусловно, неотъемлемая часть, должно быть неотъемлемой частью путешествия, потому что это так естественно путешествовать и пробовать продукты и блюда, прежде всего продукты, которые производятся в этом месте. Произрастают, добываются, там, где проживают люди, носители культуры, которые эти блюда умеют готовить. Все, что вообще вы себе можете представить, и все, что, собственно говоря, для нас незнакомо, более 190 народов проживает в Российской Федерации. И я уверена, что сходу мы с вами не можем пока назвать этой огромной палитры блюд, которая существует в каждом регионе. Я даже субъекты не знаю. Да, 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 да. То есть, ну, на самом деле, тут общались с журналистами для некоторых, для простых смертных тем более, было открытием то, что у нас существует два субъекта Российской Федерации, Алтайский край и Республика Алтайя, например. А некоторые дети не знают, что Калининград – это Россия или Дагестан – это Россия и так далее. То есть, на самом деле, конечно же, через вкус – это самый прямой путь познакомиться с историей, культурой людей, народов, которые населяют нашу страну. И, конечно же, продукты, вокруг которых во всем мире создана огромная индустрия. То есть, вот этот самый чек-лист путешественника обязательно должен включать информацию, какие продукты и блюда он обязательно должен попробовать в каждом регионе России. Этим мы, собственно говоря, и занимаемся, потому что гастрономическая карта России отмечает места, локации. Это могут быть рестораны, это могут быть отели, это могут быть фермы, в которых путешественник, любой самостоятельный путешественник, либо который путешествует через агентство, неважно, может гарантированно попробовать блюда и продукты местного производства. Мы спросили у Игоря Пухарова, президента Федерации рестораторов-отельеров, о том, что такое классное мероприятие, вообще, насколько важна еда, что он думает об этом проекте. Игорь, слово. Игорь, скажите, пожалуйста, вы как человек, который много посещает мероприятия, вот что для вас идеальное мероприятие, чтобы вы посчитали, что вы не потеряли премию, хорошо его провели? Ну, так как я всю жизнь занимаюсь ресторанным бизнесом и едой, конечно, любое мероприятие, если вы возьмете там все наши там большие западные страны, в которых ресторанный бизнес давно уже существует, да, давно прибыльный, его поддерживает государство, вот, я хочу сказать, что, конечно, там очень много уделяется идее. И вот эта вот культура, как таковая, она очень интересна. Там нету сверх пафоса, как такового, да, вот, например, они могут быть очень скучные, но всегда, всегда очень качественно. Нам хочется, конечно, всегда очень много, да, так, чтобы палец не пролезал, но при этом качество еды в связи с тем, что мы уделяем этому очень мало внимания. И в большинстве своем, в большинстве своем мы готовы потратить деньги на шарики, на презентации, на музыку, значит, на оформление зала, на еду остается самое маленькое, но самое важное в этой ситуации, что человек, который выходит, ну, говорит, плохо кормили, что-то съел, что-то не очень. И вот это, конечно, большая ошибка. Я считаю, что, когда ты уделяешь этому вниманию, все равно человеку запоминаются какие-то вещи. Да, конечно, картинка запоминается, да, общая атмосфера, все это ясно. Но вот если еда нормальная, да, там, тогда у него не будет вопроса, если она получается вкусная, тогда у него есть еще один, значит, момент, который он готов там обсудить. Вот, ну, я считаю, что действительно в связи с тем, что там с продуктами сложно, квалификация поваров не всегда высокая, там, нету вообще идеологии проведения, скажем, да, вот этих мероприятий, да, и вот даже в последнее время мы это с протоколами, с протокольными службами, да, хотел сказать с протокольщиками, да, там, с протокольными службами. А обсуждаем это как раз вот то же самое, это вот очень важная, важная составляющая, часть вообще вот этой вот некой культуры, даже можно назвать ее корпоративной, официальной, международной, вот, эти приемы. Ну, это шло, скажем, из древности, да, когда там человека принимали, там с ними преломили хлеб, значит, гостеприимство. Вот, поэтому я считаю, что этому нужно очень уделять очень много внимания, не надо, скажем, затапливать все и показывать, что вы такие богатые прям вот этими столами и в три яруса, как это было там, там, до революции, там, ну, нет, спокойно. Хотя, вот, если вы будете разговаривать где-нибудь с югом, с нашим, да, там, и там, с Кавказом, там, они скажут, не, не, ну, как же, так нельзя, надо все, чтобы там в три яруса, в три ряда все стояло и много там. Ну, есть культура, которую нам просто, ну, предстоит развивать. Одно дело эмоции, фотографии, впечатления, а еще совершенно другие воспоминания, вкусовые, потому что можно действительно утверждать, что Крутого, это очень круто и вкусно, Владимир, тоже есть свой оттенок вкуса и Суздаль, хотя в основе лежат, наверное, одни и те же ингредиенты, просто вот это вот мастерство, что, где, с чем мешают и в какой печи, на каких дровах запекают. Так что, приятного всем аппетита и до встречи, мистер и миссис Майс из Владимирской области.